Билет в будущее Билет в будущее Скажите, пожалуйста, каковы результаты реализации проекта на данный момент? На данный момент в 2023 году много нового в проекте. И в марте этого года мы подписали соглашение на 2023 год с фондом гуманитарных проектов, который является федеральным оператором данного проекта. И пока ведем подготовительную работу. Основная работа начнется в сентябре. На данный момент мы зарегистрировали педагогов-навигаторов, которые будут работать с детьми, участниками проекта. Они проходят обучение. Для них проектам предоставляется повышение квалификации абсолютно бесплатно и достаточно интересное повышение квалификации. Мы определили ответственных в каждой образовательной организации, которая будет курировать работу педагогов-навигаторов и сотрудничать с региональным оператором. Кроме того, на данный момент мы подписываем соглашение с партнерами-работодателями. Это нововведение этого года в проекте, которое, я думаю, придаст новый вектор движения проекту и будет достаточно интересным для участников. Хотелось бы, чтобы вы чуть поподробнее рассказали о партнерах проекта «Билет в будущее». Партнеры проекта – это работодатели нашей республики, крупные работодатели нашей республики. Мы на данный момент заключаем с ними договора о сотрудничестве и планируем с сентября-октября месяца следующего года начать экскурсии на производство. Это будет в рамках практических профпров. То есть до этого года, с 2020 по 2022 год включительно, партнерами проекта были СПУ Республики, среднепрофессиональной образовательной организации, на базе которых были организованы площадки для проведения практических профпров. И школьники имели возможность приходить на эти площадки и пробовать себя в профессии. В этом году к данному функционалу у нас еще добавятся экскурсии на производство, к тем работодателям, с которыми мы заключаем договор. На данный момент у нас один из крупных работодателей – это сеть «Аптек Апрель». Буквально на прошлой неделе мы заключили договор, и в рамках профпров по фармации участники проекта смогут посетить аптеки, посмотреть изнутри, как эта профессия реализовывается. Мадина Муратановна, Вы не раз говорили в своей речи про профпровы – это профессиональные пробы. Что это вообще такое? Ну, профессиональные пробы – это один из этапов проекта «Билет в будущее», наиболее интересный, наверное, для участников проекта. В чем суть? Как я и сказала, до 2022 года включительно это у нас проходило на базе среднепрофессиональных образовательных организаций, на площадке, в лаборатории, по разным компетенциям, допустим, по компетенции поварское и кондитерское дело, медицинский социальный уход, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сетевое и системное администрирование. Участники проекта, пройдя определенные этапы проекта предварительные, имели возможность прийти со своим наставником на площадку колледжа и попробовать себя в профессии. Ну, допустим, если мы возьмем кондитерское дело, дети приходили, педагоги-наставники, которые являются сотрудниками СПО, они готовили для них программу, в которой дети в лаборатории в максимально приближенных условиях к производству могли приготовить кондитерское изделие. Они сами пекли, ну, у нас в программе были кексы, ребенок испекал кекс, забирал его с собой, мог и испечь, и украсить его. Это было и практически интересно, ну, и, сами понимаете, дети любят сладкое, это бы не было, и, как бы, с этой стороны тоже для них интересно. По другим компетенциям не менее интересные профпробы, где ребенок может себя попробовать в профессии. Мадина Славовна, как давно Вы работаете в этом проекте и в чем, собственно, заключается конкретно роль педагога-навигатора? В проекте я участвую с 2021 года. Основная роль педагога-навигатора, то есть я являюсь педагогом-навигатора, это привлечение школьников 6-11 классов и в последующем сопровождение и помощь им в определении профессионального самоопределения. Что проект «Билет в будущее» дает конкретно ребенку? В первую очередь ребенок узнает о современных профессиях, которые есть, которые нужны будут в нашей республике, в стране. Также пробует профессии на практике, это в колледжах СПО, пока только это у нас было. Дальше он получает индивидуальные рекомендации по выбору профессионального самоопределения, также получает советы от педагогов-навигаторов по этапам диагностики и уроков профессиональных, после чего также он может пообщаться с людьми профессии, которые ему нравятся. Даже если он не выберет профессию, которая ему подходит, но точно, то есть он может уже определиться там в нескольких направлениях и в последующем думать, что ему делать на данный момент, чтобы в будущем определиться со своей профессией. И хотелось бы узнать, какой из этапов этого проекта пользуется наибольшим спросом, наибольшим интересом у детей, участников проекта? Это профессиональные пробы. Детям интересно выезжать, детям интересно знакомиться, не просто на рассказах, как говорится, а на практике пробовать. Вот в этом году даже мне больше всего запомнилось, когда мы ходили и обучались сварке. Мы все попробовали, это было интересно, ну и, соответственно, детям тоже интересно. Поэтому пробы, да, наиболее интересные. В рамках вот этого проекта у вас есть обучение повышения квалификации педагогов-навигаторов. Хотелось бы об этом тоже узнать. Что это за обучение? Обучение проходит в личном кабинете педагога-навигатора. Он проходит в онлайн-режиме, то есть там у нас видео-лекции, видео-обращения. Материал очень интересный и доступный, то есть не вызывает какие-то сложности, а с удовольствием можно его изучить. А по итогу нам выдают документ о повышении квалификации. В чем заключается роль родителей в проекте «Билет в будущее»? Родители – это, будем говорить так, самая основная, наверное, роль. В плане чего сложность у нас возникает только в том, что собрать согласие. То есть родители должны дать согласие, но не все это дают, пугаются, может, каких-то данных. Но эти данные за пределы проекта никуда не уходят, то есть они хранятся все как положено по закону. Естественно, что нужно делать родителю? Включиться в процесс, помогать, разговаривать с детьми. Мало того, что на платформе «Билет в будущее» есть раздел именно для родителей, где он может вместе с ребенком проходить тестирование, диагностики и видеть и понимать, что нужно его ребенку. Я бы еще хотела обратиться к родителям. Мы все сталкиваемся с проблемой, что выбрав одну профессию в школе по настоянию родителей, по рекомендации соседей, друзей, знакомых, мы идем в эту профессию, пять лет учимся и в итоге выясняем для себя, что это не наше, совсем не наше. Теряем время, силы, финансовые средства. Данный проект «Билет в будущее» как раз нацелен на то, чтобы мы сэкономили наше время и деньги и дали возможность ребенку вовремя найти и определиться в своей профессии. Это немаловажно для жизни любого человека. И я прошу родителей поддержать детей в этом направлении. От родителей всего-то требуется дать согласие, чтобы ребенок принимал участие в этом проекте. Конечно, если родитель будет поддерживать и больше вникать в проект, это было бы тоже очень хорошо, потому что в проекте, на сайте проекта разработана отдельная вкладка для родителей, чем они могут воспользоваться. Очень много интересных тестов. Тесты на самом деле дают очень точный результат. Наша команда не раз проверяла это. Мы вот сами отвечаем на тесты, просто проверить, насколько они эффективны. И мы реально понимаем, что тест дает правильный ответ. И кто-то из нас выбрал правильную профессию, которая изначально предполагалась для него, кто-то нет. Пожалуйста, родители, помогите детям в участии в данном проекте. Это поможет и вам, как родителям, дать верный вектор направления вашим детям. И вашим детям поможет быстрее найти себя. Скажи, пожалуйста, что для тебя означает проект и вообще выражение «Билет в будущее»? Я считаю, что наше будущее, нас, детей, в основном, не зависит от того, кем мы станем по профессии своей. И вот некоторые, кто в этом сомневается и оттягивает этот момент, нуждаются в помощи. И эту помощь предоставляет наш проект «Билет в будущее». Там много чего интересного и нового для наших новых участников. Они проходят разные мероприятия, тесты и курсы. По ним составляется их характеристика и предоставляется список профессий, на которые они могут обучиться. Вот я сам, например, тоже сомневался, кем я буду. По итогу решил принять участие в этом проекте. И вот, пройдя весь курс и из списка профессий, выбрался для себя самую ту, которая мне понравилась. И это профессия инженера, а именно инженера-механика. И за это хотел бы поблагодарить проект «Билет в будущее». Скажи, пожалуйста, а что тебе в проекте больше всего запомнилось, что тебе больше всего понравилось? В проекте, могу сказать, только хорошее, потому что за все время участия в нем никаких проблем не возникало. Все было очень доступно и понятно. Больше всего мне понравился, наверное, принцип, по которому вам предоставляют профессии. Как я сказал, мероприятия разные, принимаем в их участие. Проходим тесты разные. И по нашей характеристике уже эти профессии будут нам предоставлены, их очень много. По ним вообще вся информация есть, очень широко она дана и очень доступна для ребенка, я считаю. И, конечно, я хочу услышать от тебя пожелания другим участникам проекта, так как ты с самого первого дня в этом проекте. Что ты им пожелаешь? Всем участникам, конечно, хотел бы пожелать удачи в профессии, которую они выбрали для себя. Также хотел бы попросить, наверное, участников, чтобы они распространяли информацию о нашем проекте. И благодаря ним новых участников становилось все больше и больше, и наш проект развивался вместе с ними. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю удачи вашему проекту. Спасибо вам.